Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Как только закончились новогодние каникулы, я, как и обещала, приступила к нашему так называемому ликбезу для начинающих. То есть, сейчас буду продолжать видео уроки по выращиванию овощей, а именно томатов. Сегодня хочу затронуть очень важную тему схожесть семян, а именно семян томатов. Вот сегодня буду говорить про семена томатов. Ведь от этого напрямую зависит не только наш урожай, но и наше настроение, а значит и наше отношение к растеневодству в целом от того, взойдут или нет наши семена. Конечно, все знают, что всхожесть семян можно повысить, обработав их перед посевом стимуляторами роста, такими как эпин, эффектон, ну и другие, или просто раствором золы. Но сегодня я хочу поговорить о другом факторе, влияющем на всхожесть томатов. Ведь можно обработать семена, посеять их, но так и не дождаться всходов. Сегодня речь пойдет о глубине посевов, о разнице глубины в зависимости от сортов. Многие на эту мелочь даже не обращают внимания. Кто-то вообще об этом не задумывается. А ведь из-за этого у многих новичков посевы не всходят и наступает разочарование. Просто опускаются руки. Тот, кто занимается огородом уже не первый год, скорее всего, уже приспособился и понял все премудрости. Но я обращаюсь в первую очередь именно к новичкам и хочу донести до них, именно до новичков, что это очень важная мелочь, но от которой зависит в конечном итоге весь наш урожай. Наши производители семян не всегда пишут нам подробные инструкции по выращиванию томатов. Чаще всего инструкции на всех сортах одни и те же. Вот видите, тут просто ручка семена сеет. Тут такая же указан месяц, когда сеять и месяц, когда получать урожай. Редко какая фирма описывает, как лучше сделать посев и какие особенности именно у этого сорта. И как именно от посева до урожая, чтобы все получилось удачно. Я вот сколько раз открывала интернет статьи. Вот видите, написано. Глубина заделки семян 2 см. Пишут так везде. Хоть это крупный, хоть это мелкий, хоть это ранний. Вот здесь тоже сейчас вам покажу. Глубина заделки 1-2 см. Вот эти стандартные фразы на каждой пачке. Все, 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 вот сколько я читаю. Нигде именно для каждого сорта глубина заделки не указывается. Это вы потом поймете через год-два сами. А сейчас я расскажу, какая разница. Ведь от особенности сорта зависит и глубина заделки семян. Потому что размеры семян очень разные. Их нельзя заглублять одинаково. В качестве примера я взяла для вас 2 мелкоплодных сорта. Вот это у меня щелковский скороспелый. А это пиноккио. Но пиноккио он мелкоплодный. Но и у этого сорта плоды не намного больше. И сейчас я вам покажу, насколько различаются семена. Если у этого семена здоровые и крупненькие, то у этого семянки совсем меленькие. Поэтому, если мы их напишем, как вот пишут общие фразы, при посеве томатов заглубите семена на полтора-два сантиметра, то пиноккио из-под такой глубины, он скорее всего не взойдет. Если для крупного семени это нормальная глубина, то для мелкого это смерть. Потому что, смотрите, у крупного семечка, вот она крупная, очень толстый, очень сильный росток. Он это расстояние пробьет с легкостью. А вот у маленького, вот они маленькие, разложила. У маленького тоненькая, слабенькая семечка. И оно, вот я специально вам отмерила 2 сантиметра, это 4 клеточки тетрадные листа. Представьте, если вы вот такое маленькое семечко засыпете вот таким слоем земли, оно может быть и всхожее семечко, оно проклюнется, но вот этот тонюсенький, он как ниточка, росточек, он слабенький, но он помаленьку-помаленьку. И если земля не пушистая, ну вообще не как пух, что бывает очень редко, то он вот здесь вот на серединке и остановится. И лежа во влажной земле, день, два, три, четыре, он там и сгниет. А вот эти семена, они прям буквально быстро раз и пробьют, и появится у нас росточек. Вот я специально нарисовала эту схему, потрудилась, чтобы все-все, чтобы вы поняли очень доходчиво, о чем я говорю. И если посмотреть внимательно на соотношение расстояния в 2 см и размера семян, то тут уже любому становится ясно, что эти семена по одинаковым правилам сеять нельзя. Просто об этом никто никогда ничего не уточняет. Но хочу вам заметить, что не обязательно мелкоплодные томаты имеют мелкие семена. Вот на этом примере. Вот мелкоплодный томат. Семена очень крупные. Вот у меня среднего размера томат. Смотрите, какие толстенькие семена хорошие. Вот денежное дерево. Тоже томат среднего размера. Вот трюфель красный. Все, наверное, его знают. Он как грушка. Тоже вот какие хорошие семена у него толстенькие. Ну и тут других очень много у меня, которые плоды мелкие, но семена крупные. Также может быть у крупноплодных томатов очень меленькие, еле видимые семечки. И хочу, говорю вам это за тем, чтобы вы не подумали, что семена разделяются так. Если крупноплодный, значит семя крупное. Если мелкоплодный, значит семя мелкое. Нет. Просто вы сами, как вам сказать, вы сами должны определить. Открываете пачку или где-то купили. Видите, маленькое семечко. Не нужно его сильно. Я вот здесь показала. Ему даже полтора сантиметра будет много. Вот самые наиболее мельчайшие семечки 0,5-0,7. Вот так ему достаточно. Все равно вы скоро их будете пикировать. Потом вы их уже можете заглубить. Ну, как вам нужно. И еще один нюанс. Вот такие мелкие семена при заглублении, когда покроете сверху землей, поливать сверху не нужно. Также корку, которая образуется на поверхности, он не сможет преодолеть. И он у вас не взойдет. Вы потом будете обижаться на фирму производителя, на соседа, который дал вам типа, как будто бы некачественные семена. Ну, вот это еще одна из причин, из-за которой семена могут не взойти. Полив. Поливать не вколем в случае нельзя. Вот это вроде мелочь, вот эта тема урока. Но вот из таких мелочей, из маленьких-маленьких, складывается формула нашего успеха, большого урожая. Если вы при посеве отнесетесь внимательно к семенам, потом пикировку сделаете правильно, с корешками поработаете, и там до богатого урожая уже рукой подать. Я желаю вам всем, особенно начинающим, успеха в этом непростом деле. Вот сегодня 10 января, и уже пора начинать готовиться к посевам, смотреть, сортировать семена, смотреть, какие крупные, какие мелкие, смотреть их по срокам созревания, какие раньше, какие позже. Все. Мы уже в ожидании весны. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Смотрите мой следующий видеоурок. Субтитры сделал DimaTorzok